Мы учитываем клинические показатели, измеримые во всех случаях, и отмечаем, какой материал использовался у пациента, например, тавтотрансплантат или твердой мозговой оболочки, для того, чтобы был сопоставимый результат. Мы измеряем все показатели у каждого зуба и определяем класс рецессии и оцениваем показатели через 3, 6 и 24 месяца, что является уже отдаленным результатом в парадонтологии даже с 6 месяцев. То есть, либо рецидив формируется сразу при нарушении хирургического протокола или прочих ошибках, перечисленных в начале презентации, либо, конечно же, он не формируется, когда все и стратегии, и тактика, и выбор конкретной методики подобраны персонифицированно и адекватно протоколу и состоянию пациента. Поэтому нам удается добиться процента закрытия корня зуба, 100%, то есть полного устранения рецессии десны в подавляющем количестве клинических случаев. Эти методики являются за 12 лет полностью отработанными. Теперь давайте посмотрим от клинических примеров, на что хотелось бы обратить внимание. Мы наблюдаем увеличение объема межзубных сосочков, их восстановление после операции, а также формирование, утолщение или увеличение зоны, прикрепленной десны, активной, которая на самом деле стимулирует и хирургической операции. За счет отслаивания тканей мы активируем надкосницу, которая начинает продуцировать и костные клетки, увеличивая объем костной поддержки мягким тканям парадонта, и также соединительную ткань в зонах, где отсутствует надкосница. Она быстро восстанавливается, как показывают лабораторные клинические исследования. Мы видим, что объем межзубных сосочков поменялся. Мы на всех случаях наблюдаем закрытие поверхности корня зуба, то есть физическое устранение рецессии и увеличение, как тут видно, на весь объем именно зоны прикрепленной десны, то есть под ней есть надкосница, это несвободное подвижное слизистое. Мы наблюдаем во всех случаях увеличение объема межзубных сосочков, а не только их рост по высоте. Это, с одной стороны, стимулирует сама хирургическая операция, с другой стороны, они утолщаются в случае применения пластического материала. Ну и сама травма, альтерация является стимулятором регенерации, что тоже очевидно. Мы видим, что увеличивается зона прикрепленной десны, поскольку мы формируем полнослойно расщепленную лоскута от мукогенгивальной границы, мобилизуем все ткани, расщепляя их и мобилизуя в области межзубных сосочков коронально. Поэтому у нас увеличивается зона прикрепленной десны, это также видно на фотографиях. Мы видим, что у нас утолщается биотип десны и там, где просвечивали корни зуба, как на исходной картинке. После операции мы видим, что эта зона активно пропитана капиллярами, и вот эта паутина говорит нам о формировании нового микроциркультурного сосудистого русла. Ну и, соответственно, зона прикрепленной десны, то есть под ней есть костная поддержка, и поверхность корня зуба, она закрывается новой костью. Это пока предположение только потому, что мы наблюдаем это клинически, но ответа на вопрос, как я и сказал, о том, что формируется там, какой комплекс тканей, в какие сроки, какая есть реакция, есть ли разница при использовании трансплантата и твердой мозговой оболочки или при однослойной методике, мы не нашли в литературе, чем и вызван вот этот доклад, исследование и публикация, которая подана в журнал в этом году. Мы наблюдаем во всех случаях увеличение преддверия полости рта, в том случае, когда его не было, за счет расщепления и мобилизации лоскута в новом положении, нам удается углубить преддверие или его создать, что также способствует формированию объема ткани и исключает рецидив после хирургического лечения рецессии десны. Мы видим, как меняется зона мукогенгивальной границы, аналогично за счет хирургического отслаивания и формирования слизиста надкосничного лоскута полнослойного расщепленного, который фиксируется в новом положении хирургическими швами. Дополнительно укрепляясь горизонтальными матрасными хирургическими швами вестибулярно, для того, чтобы прижать конгломерат ткани слизиста надкосничного лоскута к пластическому материалу, если он используется, и к поверхности корня зуба, а в тех зонах, где это межзубные сосочки в основании, соответственно, к расщепленному лоскуту. Поэтому шов будет субпериостально-субэпителиальный. Мы видим, как изменяются зениты рецессии десны и уровень, расстояние от режущего края до зенитной рецессии или до уровня маргинальной десны, там, где была рецессия. Рентгенологически мы также наблюдаем с момента, как мы стали делать компьютерную томографию, которая первая не обязательна у пациентов с рецессиями. И второе, рентгенологический метод в данном случае не является доказательным, исходя из мировых источников литературы, но мы однозначно наблюдаем изменение костной массы вестибулярно и наблюдаем изменение качества костной ткани в этой зоне, в области оперированных зубов. Что мы можем видеть? Что у нас увеличивается объем? Костных пиков межзубных у нас изменяется структура кости, она становится более плотной, более восклиризованной, менее порозной и у нас формируется объем кости вестибулярно в области оперированных зубов. Но рентгенологически кто-то нам говорил, что это просто тени, хотя непонятно как на КТ могут быть тени или какие-то накладываются там слои и так далее. Но мы однозначно видим, что есть объем, который формируется, может быть он очень тонкий, поскольку там замыкающая компактная пластинка. Вот достаточно показательный сагитальный срез компьютерной томографии. И вот тоже достаточно показательный. Мы видим, что поменялся уровень кости и толщина, заметно поменялась толщина. Поэтому мы, тот объем данных, который был обработан и те части исследований, которые имели место, был выпущен целый цикл публикаций и патентов, касаемо исследования всестороннего хирургического лечения рецессии десны с применением твердой мозговой оболочки, совместно сочетанно превентивно-ортодонтических пациентов и разработки как способа хирургического лечения множественных рецессий десны с применением аллогенной дуроматор, полученной по технологии Леопласт. Это публикации 2021 года, ну и с 2016 года, да, в общем, идет несколько статей, которые вы можете найти в интернете. Цель настоящего исследования. Мы предположили, что в локусе субпериостальной инсталляции, субнаткосничной, твердой мозговой оболочки образуется именно костная структура во всем объеме, ну и в случае трансплантата в том числе, и поэтому рецессия десны останавливается или устраняется полностью. Если в этом месте образуется соединительная ткань, то высокий риск рецидива, поскольку не формируется поддержки мягким тканям парадонта в этой зоне и, по сути, остается свободное слизистое. Интересно оценить гистологический состав тканей, формирующихся в локусе субпериостальной поднаткосничной установки и интергенгивальной инсталляции, а также процесс формирования новых тканей на клеточном уровне и на гистологическом уровне комплекса тканей, а также тканевую реакцию на пластический материал, чему и посвящено настоящее исследование. Фактически целями его является определить гистологический состав тканей в месте установки пластического материала, то есть имплантата твердой мозговой оболочки, в сравнении с контролем без него, то есть однослойным методом, и оценить изменения имплантированной структуры в динамике и тканевую реакцию окружающих тканей в результате операции на клеточном уровне. Таким образом получается аллогенный материал и вот эти имплантаты из твердой мозговой оболочки крыс по технологии Леопласт. Технология включает первичную механическую очистку фрагментов твердой мозговой оболочки, отмывание от следов жира, белка и так далее. Применение ультразвука под вакуумом в жидкой среде для устранения клеточных элементов и разрушенных тканевых элементов и различных факторов белков, жиров, нуклеиновых кислот, которые могут иметь место там. По сути мы формируем только межклеточное вещество вот этой всей толщи твердой мозговой оболочки, которая по сути является мертвой с самого начала, поскольку это соединительная ткань. Применение ультразвука под вакуумом в жидкой среде, использование органических растворителей для активной очистки за счет полярности растворителей и растворимости отдельных элементов белковой природы в том числе. Истончается частично твердая мозговая оболочка после обработки. Леофилизация низкотемпературным методом. Мы удаляем всю свободную и связанную влагу, которая может иметь место в сетчатой структуре твердой мозговой оболочки, в том числе ионными связями. И за счет этого твердая мозговая оболочка уменьшается в объеме за счет увеличения внутреннего напряжения или создания поверхностного отрицательного натяжения или создания положительного разрежения в пространствах толще твердой мозговой оболочки. Поэтому она уменьшается в объеме, но при этом приобретает одно интересное свойство. Первая свободная жидкая фаза, в которую будет погружена твердая мозговая оболочка, будет активно абсорбироваться в твердую мозговую оболочку. Поэтому мы используем, конечно же, капиллярную кровь для этих целей или смачиваем твердую мозговую оболочку в операционном поле, если оно адекватно кровит необходимым показателем регидратации. И стерилизация радиационным методом, который является на сегодня наиболее популярной, распространенной, применимой в двойном стерильном пакете и в первичной нестерильной упаковке.